Всем привет! Сегодня я расскажу вам историю из моего опыта по закрытию некоммерческой организации. Это было частное образовательное учреждение. Они закрываются немного в ином режиме, чем коммерческие организации. Закрытием некоммерческих занимается в частности Министерство юстиции. Соответственно, обратился ко мне клиент с просьбой закрыть компанию, у которой очень приличная задолженность перед бюджетом, порядка 6 миллионов. Как выяснилось, в процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности данная задолженность имела существенный срок исковой давности. Она была исключительно по уплате налогов в бюджет, но срок исковой давности превысил 4 года. И, как показал анализ судебной практики, никакого процесса налоговая инспекция в отношении данной организации не инициировала, судебного процесса имеется в виду. Я предупредила клиента о том, что может возникнуть ситуация, что Министерство юстиции откажет, но регистрирующим органом по факту является управление Федеральной налоговой службы, но это все осуществляется в любом случае через Минюст. Мы получаем отказ, выданный Министерством юстиции, о том, что имеется задолженность перед бюджетом. И с этим отказом мы, в принципе, можем идти в суд, оспаривать его как неправомерный, потому что задолженности по факту у нас уже нет. Срок исковой давности по данной задолженности истек. Ну и, как ни странно, мы эту компанию закрыли. То есть, Управление Федеральной налоговой службы, проанализировав этот долг, пришло к выводу, что нет оснований отказывать, поскольку задолженности нет. Они ничего не платили, я так понимаю, что данный долг был списан. Это Москва. Здесь, конечно, компетентные сотрудники работают и в Министерстве юстиции, и в налоговых органах, и в регистрирующих органах. Я могу сделать только один вывод, что если есть задолженность перед бюджетом, которая превышает 3 года, закрывать можно и нужно компанию. Срок идеально должен быть 3 месяца. В эти 3 месяца входят 2 месяца уведомления кредиторов и месяц на общие сроки этапов регистрации. Если у вас хороший бухгалтер, он своевременно сдавал отчетность и делал сверку, то можно уложиться в этот срок. Это идеальный срок. Если же есть какие-то проблемы при сверке, и срок немножко оттягивается, пока мы дожидаемся результатов сверки, то компанию можно закрыть где-то месяца за 4. Мы закрыли за 6 месяцев, потому что это не коммерческая организация. Там сроки регистрации каждого этапа составляют 30 дней, в отличие от 5 рабочих дней, которые у нас устанавливают налоговый орган по регистрации. Клиент был очень доволен, очень благодарен, потому что это все-таки образовательное учреждение частное. Брать финансы на то, чтобы оплатить налоги у клиента, естественно, не было. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обращайтесь в нашу компанию, если вы решили закрыть свою организацию. Мы занимаемся закрытием как некоммерческих организаций, так и коммерческих. Будем рады вам помочь. Всего доброго!